У нас все будет хорошо когда-нибудь. Когда? Что подарили тренеру? Да, ничего необычного. Хорошее настроение, наверное. Вот, и в принципе все. Да никак не поздравили, традиционно поздравили. Пшан, не буду я ни записывания, не буду отвечать на этот вопрос. Что-то находится в тренде, что-то уже устарело. А есть вечная классика, а точнее эль-классика отечественного волейбола. Две самые титулованные команды России. В гости к Казанскому «Зениту» пожаловала Белогорье. Еще пять лет назад эти соперники выигрывали буквально все трофеи в стране. Но время идет. И к этому матчу команды подходят на шестой и седьмой строчках турнирной таблицы. Да, у казанцев аж две игры в запасе. Но тем не менее, такого доминирования, как раньше, уже нет. Ну, у нас играем стабильно, к перепадам. Не знаю, чем это зависит, с чем это связано. Главное работа, а остальное, я думаю, придет результат не так далеко. Ну, зенитовцы уже проиграли три матча в Суперлиге. Последний раз такое случалось аж семь сезонов назад, в эпоху Белогорье, которая выигрывала все турниры. Тогда Львы одержали 11 побед в 14 матчах у казанского «Зенита». С тех пор многое изменилось. На сегодняшний день уже казанцы проиграли Белгороду лишь один из 17 последних матчей. Команда постарается исправить ситуацию в турнирной таблице. А заодно преподнести лучший подарок для старшего тренера Алексея Вербова, который в день предыгрового опробования 31 января отметил свой 38-й день рождения. С чем его поздравила команда и все болельщики казанского «Зенита». Сегодня утром собрались перед тренировкой и перед вечерней тренировкой еще все руководство пришло как бы к этих цветов. Белогорье. Команда с невероятно богатой историей, которую в последние годы серьезно штормит. Достаточно вспомнить лишь всех тренеров. Колчин, Хомуцких, Богомолов, Ковач, Казаков. Этот сезон Львы начинали с тандемом Косарев-Проклячич. Но недавно команду вновь возглавил опытнейший Борис Колчин. Эта перестановка помогла Львам перезагрузиться, выиграть три из четырех последних матчей и подняться в зону плей-офф. Игроки, они, наверное, не могли найти общий язык долгое время. Может быть, в этом причина. Может быть, в том, что команда очень сильно молодилась. И большинство ребят надо было как-то влиться. Все равно уровень спиральки чуть другой. Возможно, просто сейчас забавилось очень много молодых игроков. И, наверное, поэтому, пока набирается опыта, я думаю, что со временем наберут правильные кондиции и будет все хорошо. Еще в прошлом году Белогорье полностью укомплектовало полку клубного музея с официальными международными трофеями, завоевав третий по значимости Еврокубок Челлендж Ка. В том составе играли Порошин, Перин, Петрич, Сафонов, которые покинули команду в межсезонье, как и выступающие за «Зенит» Валентин Голубев и Денис Зимчонок. Ребята внесли большой вклад в ту победу, а Зимчонок и вовсе был признан MVP финала Челлендж Капа. Но в предстоящем матче не сыграет. После операции по удалению аппендицита. Нынешний состав Белгорода неплох по именам, но никак не может найти свою игру. В команде Луборич, Розалин Пенчев, Семышев, Червяков, а также вернувшийся в коллектив и получивший капитанскую повязку экс-зенитовец Сергей Багрей. Сейчас, мне кажется, у них все стало на свои места. Появился тренер. И я думаю, сейчас результат уже намного лучше, нежели было до Нового года. Подготовка к этому матчу из-за того, что по времени вышло, там всего пару дней, у нас игра с Бельгией, выходной. И только сегодня первый тренировочный день. Сегодня у нас был утром тренажерный зал, и так чуть-чуть мы поразминались. И основная тренировка только вечером, поэтому одна тренировка, и завтра утром опробование и бой. Эль-классика отечественного волейбола. Зенит-Казань, Белогорье-Белгород состоится 1 февраля в 16 часов 30 минут по московскому времени. Для всех болельщиков от мала до велика будет организована шоу-программа с конкурсами и активностями в холле. Мы очень ждем вас на трибунах Центра волейбола. Ведь только вместе с вами, болельщики, мы Зенит-Казань. Я думаю, будет упорная борьба. Хорошая молодежь будет доказывать, а нам в своих стенах надо побеждать в любом случае, поэтому будем биться. Очень хорошая молодая заряженная команда, которая даст бой, и по-любому будет интересно. Так что приходите, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok